Пятый Уфимский международный марафон состоится в Уфе 1 сентября. В нем примут участие более 5000 участников из 30 стран мира. Об этом сообщили на заседании попечительского совета в мэрии города. В обсуждении концепции и подготовке к Уфимскому международному марафону приняли участие глава администрации Уфы Ульфат Мустафин и сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров. Традиционный маршрут будет проложен через исторический центр города, где находится большое количество достопримечательностей нашей столицы. Я считаю, что спорт – это плавное развитие столицы, это одно из векторных направлений, которые мы хотим развивать наш город и республику. Статус Уфимского международного марафона должен быть. Сегодня он признанным, после четырех мероприятий, входит в пятерку российских марафонов. Но задача очень простая – сделать его в тройке международных марафонов, наравне с Лондоном, Нью-Йорком, Москвой. Такая борьба предстоит. Нет никаких сомнений, что мы можем выиграть эту борьбу. В этом году забеги пройдут по номинациям семейный, корпоративный и даже детский. Традиционный маршрут будет проложен через исторический центр города. Самая длинная дистанция – на 42 километра. Заявлен и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В гонке примут участие знаменитые спортсмены, политики и общественные деятели. Среди зарубежных участников – представители Германии, Италии, США, Канады и ЮАР. Кроме того, в рамках международного Уфимского марафона состоится спортивный городской праздник. Как Вы, Ольга Анастасович, ранее ставили задачу проработать концепцию городского спортивного праздника в рамках международного Уфимского марафона, мы определенную работу провели. И наша концепция делится на три блока. Первый – это сам городской праздник. Второй блок – это форум под названием «Спортивная Россия». И встретит сам юбилейный марафон. Уже сейчас заявлено более 2000 участников из 15 стран, 30 регионов и 114 городов. В честь юбилея решили в виде символической цифры, такой 5, добавить дистанцию 5 километров. То есть у нас 5 лет, 5 километров, 5 тысяч участников. Для вовлечения большего количества видов спорта в участие у нас есть отдельная номинация для любителей скандинавской ходьбы. Добавляем отдельный детский старт, для того, чтобы самые маленькие детишки тоже могли участвовать, потому что не всем из них возможно бежать 2 километра. То есть будет дистанция от 100 до 600 метров. За 4 года в Уфимском международном марафоне приняли участие более 15 тысяч человек из 18 стран мира. По словам сопредседателя Башкортостанского регионального отделения деловой России Дениса Назарова, Уфа может стать одним из лидеров среди регионов России по спортивному направлению. Мы можем принять достойное участие в этой гонке наряду с такими городами, как Санкт-Петербург, которые также в Екатеринбурге и другими, которые борются за звание, за определенный титул спортивных столиц. И мы уверены, что если такой городской праздник будет проходить ежегодно, то за ближайшие несколько лет можно выйти в пятерку лидеров в нашей стране по спортивному направлению. Напомню, регистрация на марафон открыта еще с декабря прошлого года. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на официальном сайте международного марафона и выбрать дистанцию на свое усмотрение – 42, 21, 10, 5 или 2 километра.